У нас сегодня очередная встреча с жителями, мы ежемесячно пытаемся обойти, объехать территорию и встречаться по микрорайонам. Я постараюсь быть кратким, потому что мы пришли для того, чтобы, если есть вопросы, их задать, и если мы сможем, мы на них ответим. Мы всегда на таких встречах ведем протокол, фиксируются все вопросы, вопросы ставятся на контроль и пытаемся их отработать. Мы должны давать протокол в прессу, в печать, в социальных сетях, чтобы люди знали, какие вопросы, как они будут решаться, в какие сроки. Мы в марте избрали совет депутатов, 4 мая главу, поэтому сегодня Люберецкий район преобразован в городской округ. Это нечто единое целое, поэтому у нас есть сегодня совет депутатов, работоспособный, и избрана глава вместе с администрацией. Поэтому сегодня наша тема, наша встреча – это подготовка жилищно-коммунального хозяйства, комплекса к зиме, что всегда очень важно. Могу сказать, на слайдах тут показано, что собой представляет у нас система отопления в городском округе. У нас с вами 256 многоквартирных домов, 81 котельная, и далее по списку вы можете посмотреть, что собой представляет в целом тепловое хозяйство. У нас в Малаховке 256 дома, тут почему-то не написали, 256 дома. В Малаховке 20 котельных. Самая сложная ситуация у нас на поселке МЭЗ, потому что котельная, которая традиционно отапливала поселок МЭЗ, она сегодня по своим шестям не справляется. Это где-то дефицит сегодня тепла на поселке МЭЗ, чтобы вы знали, где-то в пределах 10 гиг. По сути, у нас есть в планах, мы сегодня отрабатываем с областью СМИН ЖКХ, строительство, по сути, новой модульной котельной или пристройки котельных старой на 12 гиг. И это будет в следующем году. Но в этом году мы провели серьезную работу на котельных в целом Малаховке, особенно на котельной поселка МЭЗ. Сейчас на сегодняшний день в целом мы к зиме готовы, но возможно могут быть проблемы, когда температура будет держаться ниже минус 30, могут быть проблемы, потому что температура в квартирах, чтобы я никого тут не пугал, мы не сможем ее держать больше плюс 18 градусов. Я думаю, что кто на МЭЗе давно проживает, когда температуры падают ниже минус 30, то были проблемы. Мы частично эти вопросы решили, в следующем году будет модернизация котельных, и мы эту тему решим. Помимо котельных у нас есть еще электросетевое хозяйство, система Люберецкого водоканала, где сегодня есть отделение Люберецкого водоканала. Тут на этих слайдах показаны, чем мы занимались, поэтому мы, как правило, хозяйство и котельные, и электрические сети, и что касается водопроводов или систем водообеспечения Малаховки, в этом году и в целом городского округа, в этом году это все хозяйство, что касается Люберецкого водоканала, подготовлено. Мы в этом году по территории всего городского округа есть губернаторская программа ремонта подъездов. Мы в этом году подъезды, скажем, мы ремонтируем 1298 подъездов. На сегодняшний день, я вам скажу, мы отремонтировали порядка 1056 или 151 подъездов. То есть в целом мы с ремонтом подъездов ставим задачу ремонт подъездов завершить до 1 ноября. И мы с этой работой, в принципе, справимся. У нас есть провал по этой теме в Малаховке в силу разных причин. У нас по плану должно быть в Малаховке отремонтировано 104 подъезда. На сегодняшний день отремонтировано 25 всего. И я ставлю задачу, чтобы до середины ноября с этой работой справиться. Хотя это не просто. Значит, провал в Малаховке по подъезду вызван тем, что управляющая компания, которая была ранее в Мужеп, в силу разных причин. Я не буду сейчас с этой темой касаться, потому что эта тема сегодня, она бурлит в Малаховке. Компания, скажем так, накопила долгов в пределах 140 миллионов рублей, которые не в состоянии вести хозяйство. Поэтому к ремонту подъезда она, по сути, и не приступила, потому что нет денег. Сегодня те компании, которые зашли, мы их понуждаем, ищут деньги, чтобы с этой задачей, потому что есть определенные планы по каждому поселению по Малаховке, в частности, ремонты подъезда завершить. Поэтому, повторяюсь, что где-то мы будем пытаться к середине ноября с этой работой справиться по Малаховке. Поэтому начнем с вопросов. Кто тут самый смелый? Вот вы, да, пожалуйста. Я живу на поселке МЭС, в доме 42, уже 40 лет, как въехали мы в новый дом. За все 40 лет ни разу нам не делали капитального ремонта. Если кто-то здесь с 42-го дома сидит, знает прекрасное, это правда. Два раза нам сделали, как он называется, косметический. Но после этого косметического, значит, ремонта, вот пятна, как были, на стенах, на потолках, так и не остались. Ну ладно. Но я хочу сказать вот что. Я не знаю, здесь присутствует или нет Берегов Олег Петрович, я его очень уважаю, начальник транспортного отдела. Но я хочу поговорить как раз о транспорте. В частности, о 463 маршруте. По огороду моей деятельности, ну, я общественной работой занимаюсь, мне часто приходится пользоваться общественным транспортом. Я просто не могу на свою пенсию ездить все время на автолайнах, ни туда, ни обратно. И вы знаете что? Вот архебезобразно ведут себя водители 463 маршрута. Я иногда, вот мне надо домой, я уже устала, но иногда вот стою и специально жду на станции Малаховка, когда же придут автобусы. Вот видим, что 4 автобуса прошло на Февральскую улицу. Ни один не вернулся, хотя за это время уже должно было быть 3 рейса этого автобуса. Начинаю звонить, вы знаете, я такой нетерпеливый человек, я начинаю звонить на горячую линию. Начинаю им говорить, так, все, не только я, а при мне несколько человек вот так звонили на горячую линию. Вы знаете что? Ну, вот один раз только предприняли какое-то действие. Когда он появился в автобусе, и то он, этот водитель, так с нами разговаривал, мол, можно было сесть и на автолайн. Хорошо, вопрос понятен. Вот этот, вот еще, это вопрос моего мужа. Он не пошел, но попросил меня обязательно сказать. По поводу пробок на МЭС, да, уже МЭС и Пихорка. Эти пробки, начиная с 8 утра, просто безобразно. Я вчера ехала в Люберце целый час. Когда это... Ехать целый час. Что-то надо транспортникам, или я не знаю, к кому это, что-то надо попробовать. Хорошо, вопрос понятен. Значит, Сергей Павлович, Плитов по транспорту. Добрый вечер. Что касается данного маршрута, проблема такого рода есть. Я не скрываю, что есть вопросы, связанные с дисциплиной водителей. Что я хочу сказать вам. У нас есть, мы все присутствуем в социальных сетях. Я вас попрошу фиксировать государственные номера машин. У нас сегодня есть обратная связь, связанная с тем, что мы регулярно наказываем, вплоть до увольнения водителей, которые допускают такого рода проявления. После этого совещания я вас попрошу подойти ко мне. Мы с вами внимательно рассмотрим эту тему и максимально отреагируем на нее. На второй вопрос могу ответить, Владимир Петрович? Что касается пробочности и постоянного трафика, проблемы, к сожалению, у всех городов, присутствуют у всех городов ближайшего Подмосковья. Администрация максимально пытается решить вопрос, так называемого, проталкивания транспорта. По нашим городским, областным и федеральным дорогам. На данный период времени у нас работает адаптивное движение Октябрьского проспекта. Вы заметили, наверное, что в городе, по большому счету, Октябрьский проспект едет. По сравнению, допустим, с 3-4-летней давностью, что у нас была основная проблема на Октябрьском проспекте, он стоял всегда. Сегодня эта проблема решена. Более того, правительство Московской области проиграло конкурс. На данный момент времени ведутся проектные работы по реконструкции Октябрьского проспекта вплоть до Егорьевского шоссе. Завтра глава проводит совещание по этому поводу. Проектная организация определена. По мере выполнения работ будем доводить до вас данного рода информацию. Спасибо. Хорошо. Дубинская Маргарита Ильинична. Вопрос по качеству воды. Вода ржавая, плохая. Вот есть программа губернатора «Чистая вода». А почему НАТО не включили в эту программу? Эта программа до 2017 года только. Вот. Я вам надо чайник пришла посмотреть. Передайте, пожалуйста. Какая ржавая вода. Вот можно такой. Пожалуйста. А вода, ведь это здоровье человека. Уже в Краскове, говорят, вода хорошая. В Люберцах, в Томилино. А когда мы будем... Вернуть чайник. А, да. А когда мы будем пить хорошую воду? Вот из такой воды никто не захочет пить. Правда? Вот. Так. Хорошо. Так, потом по транспорту я просто согласна. Моя тетя один раз в субботу, в общем, стояла на остановке школы, ждала 463-го автобуса в субботу уколы делать. И там стояло два. И она пожилой человек с палочкой. И ждала 10 минут. Не по расписанию. Приехала. Она ему говорит, а почему вы задержались? Он говорит, а мне плевать на вас, на всех. И сказал словами одними. Она одна была и ехала, говорит, я боялась просто ехать. Дома это. Вот. Потом я еще слышала, что Малаховский вестник закрывают. Не закрывайте, пожалуйста, эту газету. Пусть она у нас останется. Они так хорошо пишут про Малаховку, про историю Малаховки. Больше так никто не пишет. Вот эту газету не закрывайте. Говорят, нет денег. И деньги всегда можно найти. Пусть консоры нам дадут. Не лишайте нас этого. Хорошо. Пожалуйста. У нас Петр Николаевич Лирник здесь. Вот дайте микрофон Лирнику. По воде, минуточку. По воде. В Малаховке такая проблема есть. Но по настоянию, наверное, или по требованию, или по просьбе администрации в лице Владимира Петровича 12-я станция, от которой питается, в частности, ваша улица, включена в план реконструкции на следующий год. 12-я станция, которая находится, это здесь, возле института физкультуры. В 12-м году. Не, 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 не. В следующем году. В следующем году на сегодняшний день направлена вся документация. Готовится проектная документация. Работаем очень плотно с правительством, с министерством. И будем надеяться, что до конца следующего года, ну, максимум постараемся по этому вопросу сделать. Щекала Тамара Аркадьевна. Я представитель от электропоселка. Значит, вот первый вопрос у нас такой. Работа налоговой инспекции из ряда вон никуда. Понимаете, во-первых, дозвониться практически невозможно. Если вдруг дозвонились, то вас будут передавать полчаса от одного к другому, и третьему, так, оператору. И ни один из операторов не ответит конкретно на вопросы. Это раз. И за каждым пустяком, вот в нашей Малаховской администрации разная, вот была у нас Малаховская администрация, когда бы не пришел по какому вопросу, езжайте в Люберцы. Не знаю, как сейчас, вот, но это было. И очень некомпетентные операторы. Ничего нельзя добиться. Мы добивались по налоговому, вот, это самое, по земельному участку, вот. И что? Никто не мог ответить, даже открыть кадастровый план. Понимаете? Ни в кадастровой палате, ни в налоговой. Никто нам не ответил, почему нам в три раза начислили налог. Вместо 17 тысяч нам присылали 47. Мы целый год ходили и выясняли. Это раз. Это долгая история, я не буду говорить. Вот, так что, пожалуйста, надо разобраться с налогами. Хорошо. Значит, по налоговой инспекции. Все, все вопросы? Нет, у меня опять вопросов. Значит, потом, вопрос нашего леса, нашей природы. Раньше, когда-то говорили, что наша Малаховка сравнивали со Швейцарией. Теперь наша Малаховка, наше озеро превратилось в коттеджное какое-то озеро. Выстроили все берега, практически застроенные, с северной стороны, вот там, от железной дороги. Вот, с этой стороны тоже выстроили, забрали половину вот этого участка от озера, от тех старых домов, которые там стояли. Это раз. Во-вторых, лес у нас гибнет, он просто гибнет. У нас просто бурелом. Это какой-то бабкин-ёшкин лес. Понимаете, два года назад мы вызывались, приезжали из Люберецкого телевидения, делали передачу. Приехал лесник, потом, значит, к нам, в частности, на посёлок. Он сказал, что у нас нет денег, у меня два человека всего, и мы, вроде как, ничего сделать не можем. Вот, телевидение, потом, на телевидение показали, значит, приехал из лесопромхоза, из Министерства лесного хозяйства, или как это называется. Вот, он сказал, что мы всё сделаем, всё сделаем. Вот уже ещё два урагана после ледяного дождя, это было в 2010 году, прошло два урагана. Жуть, что делается. Вот пройдитесь, прогуляйтесь по нашему лесу. Это лес, я не знаю, мы ждём, когда кто-нибудь погибнет. Там бегают дети, там дети ходят в школу через этот лес. Люди ходят на работу. Вот, так что просьба большая. Вот, обратить внимание на лес. Вот, да, нам сказали, в администрацию мы обращались, в Малаховскую, нам дали отписку, у меня даже письмо где-то есть, что это нам не принадлежит, это принадлежит Виноградовскому, по-моему, лесхозу. Вот, значит, тогда надо у них забирать этот участок, и мы сами его обиходим, вот, это по лесу. Потом, значит, почему в Малаховке нет льгот на земельные участки ветеранам труда и прочим? Это второй, это уже четвёртый вопрос. И ещё у меня вопрос по поводу нашей полиции. Почему полиция не патрулирует наши улицы в тёмное время суток? Они это обязаны делать. Спасибо, у меня всё. Что касается налоговой, Гундарева Илья Николаевна, скажи, по работе с налоговой. По работе с налоговой, если вас не затруднит, останьтесь, пожалуйста, после встречи с жителями. Да, мы с вами тогда конкретные обращения готовим. Я с вами с налоговой попробую связаться. Хорошо. Что касается леса, Григорьев Юрий Васильевич. У нас уже есть хороший опыт. Мы взяли несколько десятков гектаров Томилина для зоны рекреации. Наверное, знаете, да? Там лес сказок так называемый. Я знаю эту территорию, о чём вы говорите. Я почти 10 лет прожил здесь, в Малаховке. Это речь идёт о 63-м квартале. Сейчас мы обсуждаем с лесным комитетом, а это принадлежит лесному комитету земля, то есть принадлежит Российской Федерации. Мы выходим на лесной комитет и вот такие вот лесные участки, которые находятся в Виноградовском лесничестве или Подольском лесничестве, мы предлагаем передать их муниципалитету для организации зоны отдыха. Я надеюсь, что вы разделяете нашу эту идею. И это, естественно, ни одного дня, ни одного месяца. Но постараемся, Владимир Петрович, нам поможет в этом. И переведём это в муниципальную зону отдыха. Что касается льгот на землю. Сыров, Андрей Николаевич. В 11 октября Советом депутатов Люберецкого городского округа было принято решение Совета депутатов об утверждении земельного налога, где предусмотрена льгота в размере 50% от стоимости уплаты за земельный налог, льгота. То есть в уплате в два раза меньше. Ветеранам труда. Раньше такого в Малахске действительно не было. Сейчас есть. Со следующего года. Так, хорошо. И по работе полиции Сергей Владимирович Разгуляев. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Вопрос действительно актуален на сегодняшний день. Вы, наверное, смотрите, на протяжении последних лет у нас очень много и микрорайонов новых, и население, плотность увеличивается практически ежегодно. А количество полиции только сократилось на протяжении последних шести лет, оно не изменилось. Но это не говорит о том, что мы не должны работать. Эти наряды, которые вы не видите, да, действительно их мало. Единственное подспорье у нас на ощущение, это народная дружина, на которой мы пытаемся реанимировать Красковскую в плане активации ее действий и так далее. В бюджет будет заложена работа ее. И плюс взаимодействие с Национальной гвардией. Вы знаете, что у нас разъединение произошло с Национальной охраной, которые тоже экипажи остались в силу совместных приказов. Поэтому учтем те больные места и точки, которые у нас еще имеются. Но если конкретно работа кого-то не устраивает на территории, попрошу остаться, отдельно ко мне подойти. Манчунская Ольга Максимилиановна. Я всю жизнь прожила в Малаховке и всю жизнь ходила в эту баньку. А сейчас, к сожалению, ее закрыли. Причины не знаем. Желающих очень много. Из Люберец приезжают, из Краскова приезжают, из Стамилина приезжают, покуда там тоже закрыли баньку. Вот такой горячий вопрос. И еще, простите, по поводу вывоза мусора. Я живу в переулке между Тургеневской и Южной. Туда машина никак не проходит. И на моих буквально глазах одну даму оштрафовали, простите, на 4 тысячи. Она, ну, там свалка у нас, где улица Гоголя и Южная. Вот там свалочка такая, написано, штраф 5 тысяч. Но, тем не менее, а машина в наш переулок не проезжает. Что нам делать? Что касается бани, Тимошков Криво Александрович. По поводу бани, сейчас заключен договор концессии. Бани будет передана юридическому лицу. В ближайшее время она будет открыта. Кого будет интересовать время, я думаю, что это в пределах ноября месяца. Спасибо. Сейчас, минуточку. И был вопрос по мусору. Владимир Борисович, по мусору. Уважаемые друзья, значит, что касается вывоза мусора. Варианта решения этого вопроса два, я вижу. Если частный сектор, вы заключаете договор с мусоровозящей компанией, и мусоровозящая компания вывозит этот мусор. И второй вариант, я думаю, он более реалистичный. В ближайшее время, я думаю, на этой неделе, там, на этом месте будет установлено еще один щит ближайшей контейнерной площадки. С адресами. Два-три шага сделаете, в контейнерную площадку бросили, никаких штрафов вас, соответственно, бояться не нужно. Нет, да мы же платим, я доплачу завтра, мы не будем это все. Как-то так. Обращают в администрацию, молодцы, у меня даже не проблема. Вы с ними заключили, вы с ними, молодцы. Так, минуточку, минуточку, минуточку. Женщина, как вас зовут? Заркова. Зовут, зовут. Галина. Белинского, 23. Галина? Николаевна. Галина Николаевна, кто вам в администрации сказал? Я сейчас не могу сказать. Я звонила в отдел ЖКХ. Минуточку, если так говорят, этих людей мы будем увольнять. Их задача на сегодняшний день организовать работу, чтобы в Малаковке мусор вывозился. А мне сказали... Это работа Хромцова Владимира Борисовича. Мне сказали, вы заключили договор, я говорю, да. Вот с ними и разбирайтесь. Минуточку. Договор. Владимир Борисович, кто так говорил? Вы, если кто так говорил, значит, разберитесь после этой встречи на понимание, такие люди в администрации работать не должны. Да, два раза в неделю. После собрания подойдите ко мне, я займаю. Хорошо? Спасибо. Так, хорошо. 30, квартира 44. Я живу на Мэзе. Меня зовут Любовь Николаевна. 30, 44. У меня такой вопрос. Я собственница квартиры. Значит, на сайте этой теперешней нашей компании, так называемой УКМУЖЭП, опубликованы списки протоколов, якобы в которых я проголосовала, поставила свою подпись за эту компанию, и автоматически я там подписала договор. Когда был у них день открытых дверей, было 22 числа, я пришла, пришло там много народу. Пришли к господину Кирееву, к директору, и потребовали у него люди показать им этот договор, этот протокол, который мы подписали. Господин Киреев ничего на это не мог ответить. Ничего. Когда я у него спросила, что я принесу заявление, чтобы мне на это ответили, он мне сказал, принесите. Сегодня я пришла в это управление, так скажем, в эту компанию, и что я слышу? Заявление у меня не возьмут. Мне дают заявление, где я должна поставить свою подпись, что я разрешаю им, значит, доступ к своим персональным данным, тогда только они у меня вот это заявление возьмут. А в заявлении я указала, что моя квартира указана, что я проголосовала за эту компанию, да? Но, но, я в этой компании, я ее и не знала, и не видела, и никого не знаю. Я была вообще на даче с мая по сентябрь. И я вот хочу, вот так, мне показали, я должна поставить подпись, чтобы мне мои персональные данные. Я вот хочу спросить, почему я должна, мне там закон показывают, по которому я должна, а почему закон не соблюдают они? Почему они сделали? Они обманули, они обманули такое количество народу, такой месс большой. Они сделали подлог документов. Почему? Почему им это разрешено? А у меня нельзя вот это заявление принять. Я должна подпись поставить. Понимаете? Им нужно все. Они законы не хотели соблюдают. А я должна. Почему? Это вот сегодня, мы не хотим в Брестском районе, да? Хорошо. Это, вот скажите, я, почему они у меня не стали? Я не одна, у меня соседка. Хорошо. Соседка. Хорошо. Мало этого, подождите, мало этого, у нас, у нас что сделали? 50% значит голосов подписали. А вредный закон? 50% голосов подписали, 50% нет. И я теперь в свой адрес выслушиваю, что мне заплатила ваши деньги компания, ваша компания, которая у нас сейчас. Она мне заплатила деньги, что я там подписку свою поставила. Хорошо. Я попрошу, потому что эту работу начинал Тимошков, и сейчас из-за этого вопроса... Минуточку, минуточку. Значит, поэтому я предоставлю слово Тимошкову, а затем Проворову. Кирилл Александрович, возьми микрофон. Уважаемые жители, не устраивайте, пожалуйста, балаган, не позорьте себя и Малаховку. Отвечаю на вопрос. В данном случае глава уже сказал, что управляющая компания МУП ЖКХ не справлялась с поставленными задачами, не реализовывала те программы, которые... Я продолжу. Я продолжу. Не реализовывала программу «Наш подъезд» и многие другие вопросы. Были проблемы с входом в отопительный сезон. В настоящий момент действительно вопрос... Произошла ситуация, при которой произошло переголосование жилых домов. Насколько я знаю, я... Вы можете громче кричать. Здесь присутствует, насколько я знаю, два директора управляющей компании. Проводятся дни открытых дверей. Вы можете подойти. Я понимаю, почему мне дали слово, так как я бывший руководитель администрации. Мы можем после встречи подойти, задать все вопросы, мы их запротоколируем и на все ответим. Спасибо. Александр Михайлович, возьми микрофон. Сам главы маршрута Проварова Александр Михайлович. Значит, два руководителя управляющей компании присутствуют в настоящий здесь момент. Кто их знает, кто не был на... у них на дне открытых дверей. Давайте скажу, давайте скажу, уважаемые жители. Значит, по закону, если вы считаете, что... Давайте вы будете слушать или нет? Значит, если вы считаете, что... Если вы считаете, что по закону нарушены ваши права, надзор за действием управляющей компанией ведет государственная жилищная инспекция, вы можете собрать подписи с домов и обратиться в государственную жилищную инспекцию. Значит, тот, кто непосредственно сейчас против, после данного собрания готов остаться вместе с руководителем в управляющую компанию, по каждому дому будем разбираться. Если как... Послушайте, значит, как прошло голосование и все остальное. Управляющая компания составит график приема каждого дома. Мы сейчас запишем с каждого... Ну, как в каждый дом, кто хочет обратиться в управляющую компанию. И будет вам предоставлять данные документы. Если вы против данной управляющей компании, по закону ваше право переизбрать управляющую компанию. Я ответил на ваш вопрос. Нет. Преступление, если вы считаете, что ваши права нарушены, вы можете обратиться в соответствующие органы по нарушению ваших прав. Спасибо. У вас работа управляющей компанией, ну, вот ЖЭП, которая была в муниципальном предприятии, устраивала? Да. А я вам скажу, меня нет. Были постоянные жалобы, постоянные. Долгов 140 миллионов рублей. За газ не платили, за электричество не платили. И мы постоянно были в тренировках. Поэтому мы были перед угрозой, что зима впереди. И была угроза, что нам отключат газ. Я вам скажу по секрету, мы взяли, сняли 15 миллионов рублей и заплатили за газомалаховку. Что я не имею права делать. А куда наши деньги? Поэтому я рассказываю сегодня по управляющей компании. Друзья мои, вот толпой можно выдопнуть поле. Вы хотите быть зимой с теплом? Мы хотим, чтобы... Я рассказываю. Поэтому вот управляющие компании, которые сегодня зашли, если они будут работать, мы их тоже выгоним. Я рассказываю, тоже выгоним. Сегодня ситуация сложная. В финансовом плане сложная. Я вам скажу, я так начал об этом говорить. Самый неподготовленный поселок к зиме – это Малаховка. Вы знаете об этом? Поэтому стоит задача войти в зиму и пройти через зиму. Поэтому, что касается управляющих компаний, с них будет жесточайший спрос. В этих компаниях есть определенный опыт. Они работают в других городах. На них нареканий нет. Поэтому все, что могу сказать. Владимир Петрович, вообще я представитель поселка, мы инициативная группа. И у нас вот острый вопрос по поводу управляющих компаний. Мы хотим понять, просто откуда они появились, кто они такие. У нас нет ни договоров. У нас уже платежки пойдут 5-го числа. Мы не знаем, за что мы будем платить деньги. Проблемы с благоустройством. Благоустройства, кого нет. У нас стоят загоны, где баскетбольная площадка должна быть, а там песок. И таких проблем очень много. Переслышать можно хоть целый день. Просто хотелось понять, за компанией, которые зашли сейчас, откуда они появились, и где наши документы, за что мы должны платить им. Значит, смотрите, я попрошу немножко внимания. Вот эти проблемы, что вы причислили, с площадками, с песком, они что, появились при этих компаниях? Эти проблемы закоренелы и уходят в глубину. Понятно. Поэтому стоит задача сегодня Малаховку вывести на какой-то уровень. Как это есть в Люберцах, как это есть в Тамелина. Вот какая задача стоит. Так, управляющие компании. Кто у нас управляющая компания? Управляющая компания «ЖО-сервис» Макаров Владимир Николаевич, генеральный директор. Ой, молодой. Управляющая компания «УК» Мужет Кирилл Сергеевич. Согласна? По договорам, значит, завтрашнего дня Быковская, 40-б. Приходите, получайте договоры. И также можно в течение двух дней на сайте у нас будет скачать. Здравствуйте. Фомина и Лена, проживаю на Старом Мэйзе, дом 18. У нас такая проблема с благоустройством площадок. С 2013 года, не знаю, может, есть кто-то тоже житель, потом добавил с наших дворов. С 2016 года 23 дом, огромная площадка, 8 домов. С 2013 года мы ждали каких-то изменений, но изменений, к сожалению, лучше не произошли. Поставили этим летом площадку. Да безобразие маленькое для, наверное, годовалых, двухгодовалых деток. Детям, которые учатся в младших классах, например, и постарше, играть абсолютно негде. Площадка не огорожена. Песочница, наверное, для дюймовочки, качельки, ну, для мам-кун-туристов. Там, если детки побольше, может быть, его садят. Если маленький, то выскочат. Также проблема у нас такая, что через весь двор у нас ездят машины, как хотят. Стояли между... У нас есть клумба, которая огорожена лавочками. Почему-то, ну, бывший еще ЖЭК одну лавочку выкопал, соответственно, переставив ее в другое место, освободив проезд автомобилистам. По возможности, если наблюдает такую ситуацию, родители путь автомобилистам перегораживают, но, сами понимаете, каждый раз бросаться под машины, то есть вот хотим понять, как лавочки поставить, оградить площадку и сделать, соответственно, побольше. Потому что есть дворы, где по два-три дома, но там стоят огромные комплексы. У нас площадка просто позорная, ни о чем. Хромцов добавит, Владимир Борисович. Что касается комплексного благоустройства дворов, именно об этом идет сейчас речь. Да, часть дворов мы не успели сделать именно до нормативного вида довести в этом году, но не исключено, что ваш двор, я сейчас выясню, он уже включен в план на 2018 год. комплексного благоустройства. Наталья Петровна, запишите, пожалуйста, контакты, и мы с вами свяжемся. Понимаю, что с ребеночком, да. Так, хорошо, где она сам? Сейчас, минуточку, вот. И сейчас вот девушка скажет с ребенком. Здравствуйте, меня зовут Лучникова Александра Николаевна, я житель дома 4 по улице Федорова, Малаховка, соответственно. Жалуюсь неоднократно через интернет полтарный портал Доброделу на отсутствие отопления в половине квартиры. На что нам приходит ответ буквально сегодня с актом, в котором указано, что приходила комиссия, якобы, проверили, все отлично, стоит подпись гражданки Левитевой. Кто это? Мне хочется, это же собственная квартира, я. Моя фамилия Лучникова. За эту тему Проворова, Саня Михайлович, отдай, дайте микрофон. Значит, адрес, если вас не оказалось дома, как бы снимают вверху или внизу квартиры, а после этого покажется, я посмотрю, кто его заполнял, какие управляющие компании выходили на вас, и по этому вопросу. Ко мне заходил слесарь с фамилией Данюшкин. Ну что, я разберусь, после этого, после... Александр Михайлович, после встречи разобраться, если там кто-то химичит, я понял, его ко мне. Хорошо. Дайте так. Денис Притыковский. Спасибо, что организовали такую встречу с жителями. Очень приятно. У меня такой вопрос, Владимир Петрович. Вы сейчас выше сказали, что при предыдущей управляющей организации обанкротились на 140 миллионов. Кто будет нести ответственность? Хотелось бы компетентный ответ услышать от компетентного лица. Чтобы нам объективно объяснили, что произошло, кто понес... Почему такая причина была допущена, и кто понесет какую-либо уголовную или административную ответственность, или кто уже понес. и у меня еще продолжение вопросов. На этот мы сейчас проработаем. На первый вопрос. Второй вопрос. Значит, в продолжение Малаховского озера, где мост находится пешеходный, от пешеходного моста в сторону электропоселка, значит, идет тропинка такая, через эту тропинку у нас проходят пожилые, совершенно верно, пожилые люди и дети ходят в школу. Сейчас вот близится дело к зиме. Нет освещения уже со времен советского времени. Хотелось бы, чтобы на это обратили внимание и проработали план действий, как возобновить это освещение. Освещение возобновим. Поддержите, пожалуйста, аплодисментами. Хромцов, Провару Александр Михайлович, потом больше, после встречи будете же осуждать. Подождите. Александр Михайлович, вопрос, запишите в протокол и освещение восстановить. Спасибо. Продолжение. Мы говорим в целом про Малаховку, потому что сегодня Малаховка. Я не хочу никого обидеть. Я у Малаховки живу с тысячи, по большому счету, с переездами с тысячи тысячи девятьсот седьмого года, а постоянно с тысячи девятьсот восемьдесят второго года. Божем сказать, что я коренной Малаховец. Но сегодня в Малаховка самый забитый поселок в Люберцах. И я тут ничего не нагнетаю. Поэтому стоит задача кинуть все силы Малаховку осветить. Освещение восстановить в самые короткие сроки. Войти в контакт с уличкомами, с советами домов и вместе с управляющими компаниями. Ребята, если вы зашли, покажите свое лицо. Привстаньте, пожалуйста. Толкни соседа. Поэтому стоит задача вот эта группа лиц, Остан Михайлович, это все твои распоряжения, наведите в Малаховке порядок. Освещение и подъезды отремонтировать. Чтобы люди видели, что вы чем-то занимаетесь в Малаховке. Делайте. Спасибо, Владимир Петрович. Очень важно мы вас поддерживаем в этом решении. И я хотел бы продолжить по поводу этого же моста, значит, перехотного моста через озеро. Значит, близится гололед, морозы. Там постоянно зимой, очень скользко. Прошу на это тоже обратить внимание. Раньше в советское время завод МЭС посыпал там песком, долбили лед. и после советского времени там очень тяжелейший вопрос прохода даже для молодых. Поэтому тоже прошу обратить внимание, чтобы у нас миницировать травмы. Если позволите, я еще продолжу еще вопрос. Углубляться не буду, но давайте последнее. Больной вопрос. Микрофон работает? Да. Значит, прошу обратить внимание или управляющую организацию как таковую, непонятно под каким вопросом она у нас определяется. На электропоселке улица Дачная дом 7. Запишите, пожалуйста, представитель, кто несет ответственность за жилищный фонд. У нас в подвале в доме 7 канализация в прямом смысле не в колодец вытекает, а прямо в подвал. Очень сильный запах стоит в подъездах и в квартирах. Значит, Хромцов, запиши, а значит, просьба, Александр Михайлович, тоже завтра с убравочками навести порядок. Значит, неделю назад... Вы после встречи подойдите к Проворову. Это кто такой? Вот он руку поднимет. А кто он, руководитель должен, кто он такой? Он зам по ЖКХ у меня. Ну, значит, это товарищ по ЖКХ плохо выполняет свои функции. После встречи подойдете? Ну, я так с ваших слов понял, это новый представитель, новое лицо. Или какой он срок уже функционирует, какой он срок занимает? Давайте я поясню. Мы не будем ждать утра. Значит, все жалобы, которые идут сейчас по отоплению, если у кого-то нет отопления, подходите после встречи, управляющая компания записывает номера телефона в выходе и выходит на адреса. Значит, если у вас по канализации вы говорите, после встречи управляющая компания едет на данный жилой фонд с аварийной службой и докладывает после этого что с канализацией по данному дому. Спасибо большое. Только дело в том, что неделю назад мы встречались с представителем ЖУ-сервис. До сих пор по сегодняшний день нет у нас давления на пятый этаж, в пятиэтажный дом. Горячая вода не поступает. Канализация продолжает течь. Значит, воздухоотводы... Я после встречи совместно с вами еду на ваш адрес, чтобы искать все вопросы. воздухоотводы я на действии управляющей организации совместно с вами. после встречи вместе с проворовым едут к вам. Саламина Мария Владимировна... Значит, по долгам работает прокуратура и в результате проверивших мероприятий будут сделаны соответствующие выводы. Проживаю я на электропоселке Дачный, дом 4. У нас пятиэтажный дом. На пятом этаже у нас нет воды. Написала я на Добродел. Жалобу они мою приняли. И далее мне ответили. Ответила мне администрация Барсалупова. Она мне ответила, что уже проверили сначала пятнадцатую квартиру, а затем пятую. А живем мы в двадцатой. Да, это смешно. И нам было тоже очень смешно. Хорошо, после встречи подойдите к Проворову. Александр Михайлович, запиши и мне доложишь. После встречи. Подождите, они еще и акты приложили. Все, мне прямо отчитали, что они у меня не смогли проверить, да, еще вот. Не смогли проверить, потому что доступ к квартире не был предоставлен. Вы у меня слышали? Да, со мной никто не раз после встречи к Проворову. Дальше идем. Греченков Андрей Валерьевич, проживаю в частном секторе в районе Парковой рощи, улица Мамина Серега, дом 36. Владимир Викторович, ну, я здесь вот за последние три года приехал сюда, мне очень нравится, но проблема здесь в чем. Последние годы началась интенсивная застройка последних зеленых точек. Парковую рощу застроили в прошлом году половину. Сосновую рощу аналогично была застроена тоже в этом году заканчивается. Но верхом цинизма было последнее решение на последнем зеленом пятачке устроить свалку бытовых отходов. Значит, это на пересечении улицы Лихачева и улицы Серемофимовича. 21 числа этого месяца в субботу был инцидент между жителями и строительной компанией. Ну, неизвестно какой. Они пригнали туда технику, жители вышли и слава богу, что все закончилось мирно. Меня интересует, чье это мудрое решение устроить площадку бытовых отходов в 20 метрах детской площадке. Хан Солын Борисович, можешь ответить. Мы завтра же выезжаем на место по этому адресу и выясняем. Значит, как если площадка установлена против норм Санпина, она будет перенесена? Она еще, слава богу, не установлена. Здесь обращались... Тогда мы завтра на месте, давайте с вами встретимся. Я два слова добавлю. Было обращение по электронной почте по поводу законности установки этой площадки. Из территориального отделения Малаховка-Городского был ответ, что по согласованию с жителями. Вот у меня на руках документ, где 50 жителей написали коллективную жалобу, которая пойдет в очень серьезные станции. Владимир Петрович, этот документ мы привезем вам в приемную, официально зарегистрируем. Ознакомьтесь, пожалуйста. А сейчас я его отдам в секретаря. Хорошо. Вы с Хромцовым после встречи обменяйтесь телефонами и завтра вы вместе на это место выходите. Завтра. Договорились? Вы меня понимаете, о чем я говорю? Я вас прекрасно буду. Ну вот, с Хромцовым на место. Хорошо. У меня вопрос такой. Можно я сам возьму, а неудобно тянуться? С 13-го года как бы сказать, я живу на улице электропоселок, электрозаводская, дом 6 у нас, и дом 4. Дома старые, по 50 лет. Вот. Я представился, там я не сказал, Филиппов Алексей Владимирович. Вот. С 13-го года я хожу в наше ЖКХ, наше очень такое, вот, ковалетка сидит, к которому прихожу и говорю, что крыша течет. Он сам лично приходил туда, лазили мы с ним. Так же она как текла, так и течет. Ничего не сделано. Вот даже хотите посмеяться, отписки какие-то мне вот присылают. Существование погодных условий, а так же со значительным уклоном вашей кровли, проведение ремонтных работ, мне нельзя говорить. Не подпишено, оно будет Тимошковым. Это вот одно только заявление у меня, вот такое есть. Вот, кстати, пообещали сейчас, вот я приходил к вам в Белый дом, подписана она про Провару, Провару, вот, кстати, который вставал человек. До 30-го сентября будет сделана крыша, вот, прям отписано, вот, вот. Это с 13-го года, одни отписки. И никто не приходит, никто не делает. Если мы свиньи, так и скажите, что мы свиньи. Не будем, пускай живите, надо, вот, у меня в день оттечет, вот, пускай начальник ЖКХ поживет у меня на кухне. Крыша течет, все черное, грибок пошел. Сколько не говорю, с 13-го года. Ну, это что, смешно или что? Вот честно, ответим. Тоже вопрос понятен, Александр Михайлович. С управляющими компаниями этот вопрос разобрать. Будьте добры, вот после встречи к провору подойдете. Я, Метальникова Мария Дмитриевна. Вы знаете, меня очень беспокоит вообще наш поселок МЭС. Мы 15 километров от МКАДа, но такое ощущение, что мы просто уже на каком-то краю, не знал где. Мне хочется понять, почему у нас забрали хорошую остановку «Союз Печатью», где продавали хорошие журналы, газеты. Забрали, оставили нам дырявую, непонятно какую, где там бомжи или не знаю, кто спит. Почему у нас постоянно нет освещения там, где ходят люди? Сейчас, слава Богу, аллеи нам осветили. Но мне волнует вопрос со стороны там, где мы ходим, нет тропинок, нормальных, ни дорожек, ничего. Мы ходим уже в резиновых сапогах по МЭЗу. Это поселок городского типа. Перерыт весь поселок, канава на канаве, машинам бедным тоже деваться некуда. Постоянно говорят, что у нас проблемы с парковками. Почему? Потому что у нас все захламлено, у нас не облагорожено, у нас постоянно не распределены вот эти потоки. Мы люди, которые имеем машины, мы тоже люди, и мы хотим и на дерево любоваться, и по дорогам ходить, и машину свою поставить, чтобы она не мешала проезду. Наш двор, вот 45-44, не может заехать даже пожарная машина, он не предусмотрен технологически по новым требованиям. Понимаете, ничего. У нас, ну, как бы в советские времена, видимо, проектировщики не распределяли так правильно, как потоки, и не было столько машин, и все было по-другому. Сейчас жутко аварийные деревья, жутко, они мутанты, они уже выросли выше крыш, они 5, 3 метра от наших вот уже домов, весь цоколь расходится, ну, короче, они наклонены уже 50 градусов, мы мучаемся, орем, кричим, и не можем добиться. вопросы понятные. Я извиняюсь еще сказать, где наши, у нас нет ни одного тротуара на поселке, ни одного, вот мы живем без тротуара, где ходить детям, где, просто. Ну, такие были планировки, сейчас будем думать, что с этим делать. У нас очень страшные и опасные, и у нас вот этот детский сад еще, который у нас достает, мы вопросы записали. Извините, она экономит, она не включает наши же, вот эти опорные фонари, которые, это были административные всю жизнь, они горели нам всю жизнь. Теперь мы ходим, у нас вот просто фонарь на лбу, нам надо темить глаз к Алии, Алии, слава богу, сожглась. Я уже об этом говорил, стоит задача в течение, Александр Михайлович, двух недель осветить Малаховку. Там, где есть фонари, там должны быть лампочки. Я не говорю, если есть столб, нет фонаря, мы не светим. Есть столб, есть фонарь, должна быть лампочка. Я понятен? Хорошо. Луся Ивановна Сергеевна, здравствуйте, помощник Люберевского городского проборода. Что у нас там насчет этого-то, когда будет вообще все это, ну, колонки вообще поломанные, это, нет, нет, вы зря возмущаетесь, люди, правда, у многих людей до сих пор, извините, пожалуйста, я скажу откровенно честно, нет воды в домах. По Красковскому шоссе тоже, при мне взрослая достаточно женщина ходит за водой, ну, с этими канистрами, вы понимаете, да, колонки поломанные, единственная колонка, единственная, 54А, это где магазин, 24 часа, осталась живая колонка. Почему подтверждение дороги, вот вторая и третья колонка, все поломаны? Можно ли как-нибудь с водой связаться? колонки должны быть рабочими. Хорошо. Да, чтобы возобновить, ну, починить, реально, это нужно. Петр Николаевич, Лерник, Петр Николаевич, колонки, сейчас было озвучено, мы буквально завтра обследуем все колонки, посмотрим, которые рабочие и которые не рабочие. Одну минуточку, дело в том, что если поступают заявки, мы выезжаем сразу, но есть проблема в том, что требуют колонку, но договора не заключены в ближайшем, там 300 метров, вы понимаете? Договоры есть. Я вам еще раз говорю, если есть договора и колонки сломаны, они в ближайшее время будут сделаны. Спасибо. Да. Надеюсь, пожалуйста. Можно поставить вот ключ здоровья, на этой стороне есть, где вот дома, в общем-то, большие, а в частный сектор, там у нас нету такого, им там, так сказать, отцу-то очень тяжело. На той стороне ключ здоровья поставить, можно в Малаховке? Так же все частные секторы в основном. Я вас попрошу, давайте после совещания вы ко мне подойдите, я с директором предприятия свяжусь, и мы попробуем эту тему решить. Далекова Наталья Александровна, уважаемые жители Малаховки, мы приехали к вам из Красково рассказать про большую беду. У нас в Красково функционирует свалка. После того, как закрыли свалку в Балашихе, машины идут до 30 машин в день, есть видеоматериалы, территория под свалку больше 6 гектар, туда не пропускает охрана, не дает снимать, но у нас есть видеоматериал, есть номера машин, и мы писали, обращались в администрацию, мер пока никаких нет. Я представляю Сент-Эдолина, это всего лишь 250 на 600 метров маленький клочок земли, рядом в 50 метрах асфальтный завод, втормет алюминий с едким химическим запахом с пятницы по понедельник утром, когда вся администрация отдыхает. И еще теперь свалка, стая чаек сидит на свалке, поднимается, летит в Кореневский, в городской карьер, ножки помыть. Мы там уже теперь купаться не можем. Примите, пожалуйста, меры, закройте свалку. На этом совещании я не одна. Я думаю, что меня поддержат. Я попрошу Григория Юрия Васильевича. Мы завтра в очередной раз выезжаем на вот это место. И еще, коллеги, и друзья, и земляки, я хочу вас проинформировать. У нас часто очень обращаются жители по неприятным запахам. Почти три месяца назад создана правительственная комиссия при правительстве Московской области под руководством замгубернатора Чубракова Александра Анатольевича. Она работает практически в ежедневном и ежечасном режиме для того, чтобы определить, кто занимается вот этими выбросами, от которых иногда невозможно не дышать, не жить. Привлечены несколько лабораторий специализированных города Москвы. Привлечены все возможности Московской области, в том числе привлечен для того, чтобы определить одно предприятие или два предприятия, или там их несколько, которые занимаются вредными выбросами, занимается вплотную научно-исследовательский институт из Санкт-Петербурга. Все результаты, которые будут так сказать этой комиссией достигнуты и выявлены именно подобного рода предприятия, это касается и Московской области, и касается города Москвы вот в этом нашем юго-восточном регионе, потому что жалоб очень много идет и по Балашихе, и по Риотову, и, соответственно, по Люберцам. Уже к административной ответственности крупным штрафам привлечены целый ряд предприятий федерального уровня, я их назову, это и завод по мусоросжиганию в Руднево, это и московский нефтеперерабатывающий завод, то есть я хочу обратить внимание, что неважно какого уровня предприятия, но если идут вредные выбросы, и создается неблагоприятные условия для жизни, принимаются кардинальные решения. Завтра, если вы позволите, мы вас включим в группу, которая занимается у нас рейдовыми проверками, и будьте добры, останьтесь, возьмем у вас координаты и выезжаем именно вот в этот регион совместно с контролирующими органами. Спасибо. Меня зовут Иванова Анастасия, у меня вопрос по поводу Малаховки, был чудный 80-й садик. Прекрасная территория, а сейчас нас перевели в другой сад, я воспитываю ребенка одна и очень тяжело туда водить. Группа переполненная, когда построят новый детский садик? Кто ответит? Значит, детский сад закрытся в связи с тем, что он действительно старый, и есть заключение экспертизы о том, что его использовать нельзя. Новый детский сад, мы судимся, который в Красково рядом построен с Малаховкой, этот сад, который выводите 17-20 детей, он разгрузится и он не будет до конца заполненным. Там детский сад пока не планируется строить, потому что в Малаховке нет такого количества детей. А в садик Красково откроют, но вот 16 ноября второе заседание суда. Мы у застройщика по суду хотим забрать здание, поскольку он не передает его добровольным порядком. Вот мы уже судимся, вот 16 ноября, не знаю, будет это заключительное решение суда или нет, мы в судебном порядке, сад хотим забрать муниципальную собственность, чтобы довести его до ума силами администрации и открыть для детей. Я очень надеюсь, что это будет в ближайшее время. 25 сентября наша родная ЖКХ проводила собрание. Говорите в микрофон. ЖКХ проводила собрание. И вот я брать три года у нас ступеньки обвалились ходить, вот люди прыгают, падают. Три года подавали заявление весной и осенью. Сделайте, неужели мешка цемента нет. И когда 25 сентября было собрание, я обратилась к Каваленко. И он сказал, если останемся, то сделаем. Я говорю, а за три года нельзя было сделать? Все время оставляем копию, там заявление, копию берем. Нельзя, значит, денег даже на мешок цемента нет. Хорошо, вы адрес укажите. Я хочу, я сейчас доскажу. 22 октября было у нас день открытой двери, где Киреев Сергей Юрьевич. Он сказал, в понедельник проверю, пойду везде по МЭЗу. И действительно, по второму смотрю, я на площадке была, подходит, покажите, где у вас ступеньки. Я показала, где ступеньки эти, что нельзя, один человек входит, а в другой падает. Невозможно, развалились все. Теперь, я думала, все, ступеньки посмотрит и пойдет. Нет, он зашел в подъезд, посмотрел, дошел до пятого этажа, все, посмотрел. Я говорю, а вы знаете, у нас еще электрика, там все перепутаны, провода и пробки, что там творится. В общем, живем, как на вулкане. Вот, он все это посмотрел, говорит, хорошо, электрика пришел. посмотрел окна, посмотрел окна, как хорошо у нас в подъезде поменяли почтовые ящики, но в пятом подъезде, там не дошла очень до этих ящиков. Вот, и я хочу сказать, значит, сделали ступеньки, 23 числа, Сергей Юрьевич, прислал рабочего, сделали ступеньки нам, в пятьдесят восьмом доме, сделали, сейчас, в пятьдесят восьмом доме, оказывается, нашли игровую, то есть не игровую, а для детей. В чем ваш вопрос? Я говорю, что по разному люди работают, человек новый включился, и ремонт делается в сорок шестом доме, а сады здесь занять очень. Хорошо. Здравствуйте, честного Алиса, улица Федорова 1. Хотела бы спросить по поводу лежачих полицейских, вот, идет дорога от Комсомольской в сторону Федорова и на Сак-Иванцете, очень сильное движение. Занимайте очень. Хотели бы узнать по поводу, к кому можно обратиться? По транспорту Плитов-Серой Палыч и в дорогу. По поводу установки так называемых искусственных дорожных неровностей, это решение принимается рабочей группой комиссии по безопасности дорожного движения, зафиксирован в ваш адрес, в ближайшее время мы выйдем, рабочей группой и на основании решения будет принято соответствие. Друзья мои, вот Сергей Палыч отвечает за транспорт и дороги. После встречи, у кого есть вопросы, к нему подходите, обменяйтесь телефонами, я отработаю. Здравствуйте, уважаемый Владимир Петрович, представлюсь. Тюняев Васильевгений, житель поселка Малаховки. Городское поселение Малаховка в 2017 году вошло в состав вновь образованного городского округа Люберцы. В связи с чем, вопросы поселка Малаховка, теперь должны решаться новая администрация городского округа Люберцы. В 2016 году администрация городского поселения Малаховка Рослесхозом была отказана в согласовании генерального плана городского поселения Малаховка по причине наложения земель лесного фонда на земли поселения. Вместе с тем, федеральным законом новым от 29.07.2017 280 ФЗ внесения изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях устранения противоречий создан механизм, позволяющий защитить права граждан на земельные участки путем признания приоритета прав граждан перед землями лесного фонда, а также приоритета земель, относящихся к землям населенных пунктов перед землями лесного фонда. В связи с чем, такой вопрос, планирует ли администрация городского округа Люберцы проведение согласования генерального плана поселения Малаховка отдельно либо в составе городского округа Люберцы с целью установления фактических границ поселения Малаховка? Танецкий Александрович. Да, добрый вечер. Сейчас действительно готовится единый генеральный план городского округа, куда вошла соответственно и территория Малаховки. И этот вопрос будет там рассматриваться. В какие сроки? Генеральный план, значит, задача глав архитектуры, генеральный план должен быть разработан до конца года, потом он будет естественно выставлен на обсуждение, на проведение и на публичные слушания. А когда будет учитываться те земли, которые имеют пересечение с землями лесного фонда? Это сейчас будет учитываться при подготовке генерального плана. Здравствуйте, Северина Виктория Викторовна, Комсомольская, 13. Между домами по Комсомольской, 11 и 13 есть детская площадка. Она темная. Там собираются, ну, будем говорить, пьяницы, бомжи. Почему ее нельзя осветить? Это первое. И второе. Во времена Тимошкова были вот 140 миллионов куда-то делись деньги. у него у него есть в админи... Вернее, было... Были в администрации свой ЖКХ, кто отвечал. И я сомневаюсь, что там не знали об этом. Почему он лично не несет никакой ответственности? Ну, хорошо, это отдельная тема. Пусть прокурор разберется и мы до вас доведем. Здравствуйте, Косова Юлия Владимировна. Касаясь, опять же, наших новых управленцев. Мы какой раз уже здесь затрагивали, вот сказали, господин Киреев сказал, что будет предоставлено протоколы, но в протоколах нет никаких данных, только номера квартир, которые якобы проголосовали. Мы хотим увидеть реестры с нашими подписями. Нам их не предоставляют, пользуясь каким-то там законом о персональных данных и все такое прочее. Мы хотим видеть наши подписи, которые якобы мы проголосовали. Хорошо, Александр Михайлович, на контроле разбирайтесь. Хорошо. По поводу контроля, я уже спрашивала, мы месяц назад встречались с господином Проваром, с господином Киреевым, с места это так и не сдвинулось. Я была у вас в Люберцах тогда, вопросы задавали, все это на контроле, но дело-то не сдвинулось. Вы разбирайтесь, вы знаете, у нас впереди зима, у меня стоит задача, чтобы пройти зиму без аварий с теплом, с водой, электричеством. А мы не хотим, чтобы нас обманывали. Вот задача какая, а митинговать будем весной, хорошо? А при чем тут митинговать? Митинговать будем весной. Морозова Татьяна Викторовна Коренева, ну которая как бы Краскова. Уважаемый Владимир Петрович, мой вопрос простой. Сейчас инициатива правительства Российской Федерации упразднить управляющей компанией в принципе и с Нового года этот закон может вступить в силу, а может нет. Какова ваша позиция? Здесь очень много принципиальных вопросов, нужны ли управляющие компании. Они деньги простите, а кто будет управлять? Простите, но если правительство считает, что можно обойтись без них, нет, это вот по телевидению буквально на днях. Я об этом не знаю. Потому что деньги уходят в неизвестном направлении, услуги сомнительного качества. Вы видите, горячая тема сейчас в зале и вопрос остался открытым. Вопрос такой, деньги вопрос задали, но на него ответа не было. Это же не одним днем. Они уплыли, извините, контролировали эту организацию. Она в договоре с администрацией района. Как так получилось? И в итоге прокуратура разберется. А инициатива администрации какая в том, чтобы этот вопрос вывести на поверхность. Деньги-то жителей, а услуги? Вот ваша позиция по поводу... Моя позиция. Что мы сделали сегодня? Сегодня для того, чтобы жителям было легче ориентироваться в вопросах ЖКХ создана единая дисперчерская служба. Все звонки туда. Так, первая задача. Минуту дальше вы меня же слушайте, я же не на митинге. Создан единый расчетный центр. В том числе туда должны зайти, это значит Проворова, все управляющие компании, включая Малаховку. Поэтому платежи будут падать в этот расчетный центр, и сразу там платежи будут расщепляться, и будет оплата за электроэнергию, газ и прочее. В том числе какая-то услуга управляющей компанией. Поэтому сегодня деньги будет контролировать единый расчетный центр. Вот такая сегодня задача стоит. Дальше идем. Я Жукова Лилия Зимунтовна, живу в Малаховский дом 12, это бывшие Двестинские дома. Один вопрос, это все к вам будет, Владимир Петрович. Мне в марте исполнить 80 лет, получил от вас поздравительную открытку. Спасибо. Сколько лет мне нужно прожить, чтобы выселили нас из коммуналок. Дом построим в 1939 году. Скажите. Вы в очередь действительно на жилье? Какое жилье? Какое очередь? Я писала, вот недавно получила письмо Зыкову или Зыбову у вас есть там в новом правительстве. Он мне ответил, у вас 15 метров комната, но не знаю, то, что это коммуналка, надо же тоже головой думать, когда ответ такой давать. Я же не прошу вас с хоромы, отдельное жилье. Ну, давайте, Владимир Борисович, ты отдельно разберись, я поручу Владимира Борисовича с вами поработаем. Федеральная земля принадлежала извесим, и на этой земле должны быть построены дома, вернее, дом, и переселить наши два дома, дом 10, дом 12. Но землю продали эту или подарили, мы не знаем кому. Есть документы, что на этой земле должен построен 60-ти квартирный дом, это для нас, для наших домов. Дальше, мы писали везде в жилищную комиссию, и нам ответ один, в Малаховке нет домов, подлежащих сносу. Это ответ Автаева, у меня все ответы есть. Дальше, в Малаховке есть дома 1902 года, 1903, 1911, 1917 года, 60 домов, и 1918 года два дома, всего 142 дома. И никто не шевелится, выселять их от наших. Так, вот про наши дома, когда была избирательная комиссия, депутаты выбирали, вернее, да, в Малаховском вестнике статья от 2 октября 1915 года, дом на закате. Как понять эту статью? Расшифруйте мне, я, наверное, бестолково не запрошу. Я вас прошу, Владимир Борисович, вашими вопросами займется. Дома пониженной категории, за подписью Коваленко. Ну, понятный вопрос. А квартира повышена, без уборства, денег нету. А куда уплыли деньги? Правильно, что, когда в Сае был, я кладу телевизор. Хорошо. Подойдите к Владимиру Борисовичу, после. Хорошо? Так, идем дальше. Вот девушка с бумажкой, дайте микрофончик. Саргаева Валентина Аркадьевна, вы знаете, может быть, это и не личный к вам вопрос, но в свое время, в 15-м году, нам, пенсионеры, подмосковье, заблокировали проезд в Москве. И в газете было написано, что это мера временная. Так вот, нам его вернут все-таки? Может быть, вы как-то владеете этим вопросом? вопрос в том, вопрос в том, что два субъекта федерации, вы знаете, Москва и Московская область, мы находимся непосредственно в близости города Москвы. Решение было принято Московской областной думы. Неоднократно Владимир Петрович через наших депутатов обращался к возобновлению данной темы. Сегодня два наших депутата занимаются этой проблематикой. По мере того, как будет дополнительная информация, до вас доведем. Что касается льгот на тему автобусы Мострансавта в Московской области, они все, вы знаете, сохранены. И мы сегодня стараемся с помощью Министерства транспорта Московской области максимально продублировать те маршруты, которые обслуживаются Москвой, чтобы Мострансавта, именно областная компания, служила нашим жителям. Спасибо. Яковенко Вера Алексеевна, у меня очень свободневный вопрос. Мы живем, вот я живу в 33-м доме, теперь у нас стал проезд всех машин. Пятерочку едут машины, значит, через наш дом, через эту высотку и приезжают прямо к пятерочке. Дети идут в школу утром и, в общем, живем, как на вулкане. Когда-нибудь перекроют нам эту дорогу или нет? Ну и правда, Вера, ну и правда. Я сейчас вам не скажу. Давайте вопрос вынесем, Владимир Борисович, Сергей Павлович, вынеси на комиссию по безопасности дорожного движения договорились, да? Пропатилова Наталья Петровна, мы хотели бы присоединиться и к выступающему по поводу СНТ Долина и напомнить о себе, так, чтобы вы нас не забыли, пожалуйста. Меня зовут Иван. Я вот, я прошу вас, закройте завод, который очень воняет, свалку, которая находится неподалеку от СНТ Долина. и я хочу дышать нормальным воздухом. Хорошо. Этим вопросом занимается Григорий Юрий Васильевич. Юрий Васильевич. Всегда будет небо. Всегда будет мама. Всегда будет... Мы с Натальей Петровной уже пообщались здесь в кулуарах. Я хочу просто всем жителям Краскова, Коренева, Томилина, которые живут на улице Гоголя, Вионерской и так далее. Мы включили завод Второлюминпродукт, Коагаз и практически все предприятия вот в этом районе, которые находятся рядом с вашим СНТ Долина, Березка и так далее. И в ближайшее время, хочу доложить, в ближайшее время туда будет направлена комиссия Минэкологии Московской области с Роспотребнадзором. И еще раз хочу, так сказать, подтвердить слова и решение комиссии, рабочей комиссии правительства, что каждое предприятие, которое вызывает то или иное даже не подозрение, а вопросы, будет проверено. Спасибо. Я очень надеюсь, что завтрашняя встреча решит многие наши проблемы. Мы с вами. Да, мы уже обговорились. Спасибо. Алексей Анатольевич, Самойалюк, Советская улица. Дело в том, что улица Советская, она всегда была заасфальтирована. И там находятся общественно назначенные места. Храм Петропавловский, садик 10-й на Тургенево, 46-я гимназия. То есть интенсивное движение, и тут же и парк находится. Все входим в эти общественные места. Что с дорогой? Она была, Малаховка, вот сам Тимошков говорил, я лично ее асфальтировал. Вот Губин, старший и младший живут на этой же улице. Они возле своего двора асфальтируют, но дорога, как ковровая бомбежка. Это школа, и стады, ну пройти, вот начинается, лето все прошло, это все с лета, осень, и теперь новый. Хорошо. Подождите, и следующее. Мы, мы, дело в том, что Первомайский, я отец, у меня дети разного возраста, вожу их Красково, школа, стадион, вот Первомайская, следующая улица. Собственник поставил две клумбы, позвонил губернатору, Воробьеву, не знаю, то есть там 21 дом, улица Первомайская. Проезд стал не патрульно-постовая, не скорая, никто не может проехать. Запомните, улица Первая, Первомайская, она до Красково доходит, до станции Красково. И там стоят эти клумбы, проехать в обход. Там, во-первых, стоянка, еще один вопрос, все заставлены, все газоны заставлены машинами. Было раньше, 10 лет назад, стояло 3, 5, 6 машин. Там выйти, пройти невозможно. То есть, дорога перекрыта самовольно, возле 21 дома. Звонил в администрацию, вы пишите Воробьеву, мы суд же уберем. За один день поставили, а теперь уже два года прошло, клумбы перекрыты, проехать ППС не может, проехать скорая не может, вокруг по буеракам ездим. Вторая улица. Потом, вы же сами ездите по Красковской. Смотрите, вы поднимите голову немножко, заросли, как в джунглях. Обрезка. Вот весной же был, был бы ураган. Я лично вез детей между деревьями, пилил эти лично деревья, понимаете? Я, Тимошков, что он говорит, 30 тысяч одно дерево, ну это вранье. Звоню Алексею, вот, который объявление пилит деревья. Я за 3 тысячи опилю каждый день. Я могу даже в долг дать. Знаете, я сам опиливаю деревья, я сам асфальтирую дорогу, но я не могу всю Малаховку заасфальтировать. Мы заасфальтировать, потом, еще короткий вопрос. Вот это, во-первых, Егоревская трасса, да, Пихорка. Мы каждый, почти за субботу, со школы отправляем детей, и дети стоят в пробке. Пересечь. Егор, вы же застроили это самолеты, то есть, вот это, который застраивает высотками, сносят дома, частный сектор, перейти в больницу, в поликлинику становится невозможно. Ну, ведь увеличивается. Я также вожу детей в поликлинику, в детский сад. Вот тоже, говорит вот, директор УВД, говорит, что все стало больше. Зачем вы? Что с мозгами происходит? Разжижение мозгов? Пройти, проехать стало, перейти невозможно. Элементарно, в соседнюю больницу, поликлинику. Что вы делаете? Вы везде... У вас вопрос. Вопрос. Когда будет прекращаться, прекратиться, можно спокойно дойти, довести ребенка в школу? Когда можно прекратиться вот это безобразие? Хорошо. Что касается дороги советская, Бутин, Егор Вячеславович. В 2018 году уже плановые мероприятия в поселке Малавки завершены. Сейчас в комиссии управления дорожного хозяйства проведены уже осмотры дорог. Составлено 11 дефектных ведомостей и смет. Они согласованы. Со следующего года первая дорога, которая будет отремонтирована, это будет улица Советская вдоль храма. Социальную важность этого вопроса мы понимаем. Тротуар поставьте. Тротуар мы рассматриваем там. Вот парк там. Возле парка. Видите, идут, физкультуру там проводят. Ну так огромная яма. Зачем? Ряд адресов. Можете подойти. У меня с собой эти адреса есть. Я вас ознакомлю с этими адресами. Потратить один час и убрать клумбы с Первомайской. Перекрыли улицу. По вопросам самовольных и лежачих полицейских мы обязательно разберемся. Спасибо. Добрый вечер, Любовь Михайловна. Проживаю в Комсомольской 1. Мне очень хотелось бы знать. Вот вы сейчас говорили о том, что создана единая диспетчерская служба. Я однажды попыталась позвонить в эту единую диспетчерскую службу и мне хотелось бы... Единственное, что хотела бы я узнать, куда я могу обратиться в случае, если вдруг произошла какая-то аварийная ситуация, ну, сантехническая, например. Что-то потек унитаза, там протекла труба, просто отключилась энергия по какой-то неизвестной мне причине. Мне дали номер телефона, по которому я позвонила. Сказали, звоните туда по всем вопросам. Я туда попыталась позвонить. Мне ответили, что технически обслуживание этого номера телефона невозможно. Скажите, куда теперь можно обращаться вот в таких случаях? Александр Михайлович Проворов. Значит, есть единая диспетчерская служба, которая создана на территории городского округа. Она обслуживает все управляющие компании. Вы можете записать. Я могу для всех сейчас продиктовать эти номера. Готовы записать? Значит, номера бесплатные. Значит, первый номер 8-800-301-44-33. Второй номер 8-4-9-5-8-800-301-44-33. Следующий номер записывайте. 8-4-9-5-103-44-33. Также сейчас работает единый номер, который вы можете набрать с мобильного телефона. Он является бесплатным. Звездочка 5-105. Этот с мобильного номера вы набираете звонок бесплатный со всех операторов. Деньги за этот звонок не берутся. В единой диспетчерской службе все разговоры записываются. Минуточку я спрошу. Управляющие компании заключили договор со службой? Да. То есть вы теперь... Эта служба вас обслуживает? Да. Значит, друзья мои, тоже сказал сейчас Проворов, по этим телефонам можете звонить. Эта служба обслуживает Малахов в том числе. А Малахов будет? Это служба на весь городской округ. Единая служба на весь округ. А сколько ждать? Нисколько. Нисколько не ждать. Я могу пояснить. Значит, сейчас работают в ней 12 операторов. Данная служба была запущена во время пуска отопительного периода на жилые дома. Поэтому 12 операторов в настоящий момент сейчас справляются. Ожидание секунды. Оператор берет у вас данные, забивает в компьютер и непосредственно переходит в управляющую компанию. После этого управляющие компании связываются с вами и уточняют, как выполнено или не выполнено. Это вам предоедет, и где-то там же на вопрос не отвечает. Давайте, если есть вопросы по единой диспетчерской службе, полис после собрания по данному вопросу я готов более подробно дать пояснение. Значит, друзья, эта служба только начала работать. Мы эту работу отладим. В Люберцах все отлажено. Отладим в Малаховке. Даю вам слово. Значит, идем дальше. Смирнов Николай Юрьевич, дом 1, МЭС. Администрация убрала старую компанию мужей, которая давала нам тепло январь-апрель. И брало деньги за это тепло с января по сентябрь. Тепла дали 57%, а денег собрали в 75%. Переплата налицо. Куда она пойдет? Нам в карман новой теплоосназначающей организации Люберецкая теплосеть или останется уже МУП ЖКХ. Значит, с этим вопросом, Андрей Николаевич, ты с управляющей компании без справа разберитесь и дайте ответ. Хорошо? Сыров Андрей Николаевич, он у меня зам по имуществу, Проворов Александр Михайлович. Разберитесь, дайте людям ответ. Значит, у меня единственная просьба. Мне, пожалуйста, письменно направьте ответ. Значит, даю свои координаты. Кочеганова Нина Михайловна, Быковское шоссе, том 55, квартира 67. Значит, объясняю, почему прошу. Никто не отзывается ни на какие просьбы. Значит, в прошлом году, в 16-м, нам около дома 55-го сделали благоустройство. Значит, сделали нам парковку. Но сделали таким образом, что теперь люди не могут не выйти из подъездов, не зайти в подъезд, когда при сильном дожде можно обнимать сапоги-проды. Понимаете, да? Поэтому я очень прошу прислушаться всех. Вот, допустим, к Тимошкову я была несколько раз на приеме, у Бунтина я была несколько раз на приеме, и через Инстаграм я бы тоже просила Бунтина сделать некоторые, значит, вопросы решить именно по благоустройству. Никто не откликается по сей день. Значит, сейчас погода такая, что, значит, идут дожди, значит, и люди вообще практически не могут выйти из подъезда. Потом, около 6-го подъезда у нас есть сливная яма сточных вод, понимаете, да, о чем я говорю? Она ничем не оборудована, просто вырыта яма в земле, в этом асфальте. Значит, туда попадают машины. Вот недавно, буквально 2 недели назад, туда попала эта самая легковая машина двумя колесами, понимаете? То есть люди портят свое имущество. Люди не могут выйти из подъезда. Вы говорите, доступная среда, где она? Вот хочу сейчас спросить у Тимошкова, у Бунтина. Причем не обозначили даже нам на парковке и парковочные места. Не обозначили, просто заасфальтировали и все, понимаете, навалили земли из-за этого. Хорошо, вопрос понятен. Егор, ты тему знаешь? Когда разберешься? Письменный ответ вам направим обязательно, а до конца следующей недели я с вами встречусь на объекте и мы сделаем лежачий полицейский. Я помню, отвечал вам в инстаграме и я говорил то, что мы до конца октября этот вопрос решим. Мне не только вашу неровность нужно сделать, мне нужно оборудовать вот это мы встретимся с вами на месте и решим все ваши вопросы. У меня какая-то просьба. У нас Акаевич Валерий где? Этот вопрос возьми на контроль, запиши. Чтобы мы тут не болтали, что попало. Запиши на контроль, мне доложишь. А давай значит сделать. У меня просьба такая, я думаю, все жители поддержат. Значит, вот то, что сегодня проговорили и пообещали на словах. Хотелось бы, чтобы это как-то осветили в интернете, в прессе, конкретные дела на деле. И тогда мы вас поддержим и будем более уважительно относиться и внимательно к вам. Спасибо большое. Спасибо. Значит, давайте мы договоримся. Протокол с сегодняшней встречи, завтра его протокол отработать и на сайтах послезавтра разместить. Валерий Георгиевич, меня понимаешь? Давайте встретимся. Значит, разместить на сайтах и ВКонтакте. Кто подписан ВКонтакте? Замечание к протоколу. Хорошо. И люберет ты и правда тоже, и в газете. Так, и в газете общатаем. Ленгрен Инна Яковлевна, член Совета ветеранов поселка Малаховка. У меня к вам вот какой вопрос, прежде всего. Почему до сих пор жители Малаховки не оповестили о том, кто и какие должности занимает Малаховская администрация? Вы слышали здесь, когда вы называли фамилии, к вам раздавались вопросы, а кто это? Всегда абсолютно Малаховский вестник, я живу больше 50 лет в Малаховке, всегда абсолютно Малаховский вестник публиковал должность, телефон, фамилию, имя, отчество. Так что будьте любезны. Хорошо. У нас сегодня, я отвечу на вопрос, я уже об этом говорил, у нас сегодня администрация городского округа, администрации в поселках нет, есть управление в поселках, вот управление Малахова и городского возглавляет Хромцов Владимир Борисович. Давайте мы договоримся, я что попрошу, Валерий Георгиевич, с Кенаевой надо в газете напечатать структуру администрации и, значит, с телефонами, кто возглавляет управление по поселку. Кому по таким вопросам можно обращаться. Тоже печати опубликуй. Так, это первое. И второе, по поводу Малаховского вестника. Если действительно правы слухи о том, что вы собираетесь его закрыть, это вы совершите преступление против малаховцев. Потому что в трудные девяностые годы малаховский вестник возродили. Это замечательная газета. Она не должна исчезнуть, иначе ваше имя будет проклято людьми малаховцами. Нельзя так поступать с малаховским вестником. Друзья мои, мы с вами договорились, вот трое выступило, я что предлагаю? После этой встречи, если есть вопросы, должностные лица здесь, полиция здесь, прокуратура здесь, надзорная здесь, поэтому желающие можете подойти и дадим ответы. А сейчас спасибо за неравнодушие, спасибо, что сегодня были здесь, всем хорошего настроения, здоровья и благополучия. Спасибо.